Добрый день, дорогие друзья! А сегодня у нас будет мастер-класс, посвященный нашему любимому времени года – осени. Во все времена года художники, поэты и музыканты воспевали замечательную осень. Вот, как писал Александр Сергеевич Пушкин, мое любимое стихотворение «Туча». Последняя туча рассеяния вури, Одна ты несешься пояс на лазурь, Одна ты наводишь и нылую тень, Одна ты печалишь ликующий день, Ты небо недавно кругом облегала, И молния гроза тебя обливала, И ты издавала таинственный гром, Ты алочную землю поила дождом. Довольно, сокройся, пора миновалась, Земля освежилась, и буря промчалась, И ветер, плоская верхушки в древес, Тебя с успокоенным гонок навес. Сегодня, дорогие друзья, погода у нас стоит солнечная, И очень хочется подарить вам осеннее настроение В нашем с вами творчестве. А сейчас мы с вами будем делать аппликацию осени, А для этого нам понадобится Клей, Ножницы, Карандаш и фломастер, Цветная бумага, Альбомный лист, Либо цветной картон. И вот такая поделка у нас с вами получится. Дорогие друзья, давайте хорошенько рассмотрим нашу аппликацию, Что же на ней изображено. У нас здесь есть замечательный ежик, Дерело, И солнышко. Ребята, сначала мы должны сделать с вами заготовки. Какие же мы будем с вами делать заготовки? Если внимательно посмотреть, Из чего сделаны у нас дерево и ежик, То это листики. Листья бывают совершенно разные, Как и по форме, Как и по цвету. А как же мы их будем делать? Для этого нам с вами нужен клейк-карандаш. Как я говорила, Карандаш и фломастер, И при работе с ножницами, Пожалуйста, Нужно быть очень аккуратными И работать с ними при смотре родителей. И дальше мы вырезаем полосочку картона, Цветной бумаги. От целого листа Мы должны отрезать вот такую полосочку. Чтобы сделать заготовку, Нам нужно взять эту полосочку И начать складывать гармошкой. Сначала мы берем И нижний конец загибаем наверх. Далее переворачиваем листочек. Верхний конец Мы заворачиваем вниз. И загибаем. Делаем то же самое. Переворачиваем. И загибаем конец. У нас получилась вот такая гармошка. Почему она называется гармошка? Ну вот почему. Она может раскладываться как гармошка. Дальше мы будем делать с вами трафарет. Чтобы сделать вот такие листики. Мы берем карандаш. И начинаем рисовать листочек. Какой формы он будет. И начинаем рисовать листочек. И порафTC. И Brenda. На втором стороне. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой листочек у нас получился Теперь под присмотром взрослых мы будем с вами его вырезать ножницы Когда мы вырезаем, то мы вертим бумагу, чтобы не порезаться Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ребята, у нас с вами получился кленовый листик Если посмотреть, то можно найти тут листья дуба Листья березы Также тут есть солнышко И в конце мы будем все с вами соединить все наши заготовки И в самом конце нам понадобится лично рисовать мордочку нашему ежику Добавил субтитры сделал DimaTorzok 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 карандаш и фо-мастер, цветная бумага и картон. Также нам понадобится цирку, но если его нету, можно взять обычную тарелку. Сначала мы возьмем цветную бумагу для подложки. Я возьму для этого небесный бумагой цвет, такой красивый. И теперь аккуратно его снимаем. Сейчас мы будем его обрезать, чтобы не было вот таких некрасивых краев. Ребята, с ножницами нужно работать очень осторожно и в присутствии взрослых. Он у нас уже готов, поэтому сейчас предлагаю его отложить в сторону. На нашей картине, если ее очень хорошо рассмотреть, то там есть зонтик и есть листья. Листья — это наши друзья. Они могут быть разных цветов, могут быть разной формы. Листья бывают красные, желтые, зеленые, коричневые. И формы их совершенно разные. И чтобы листья не сливались у нас с нашим зонтиком, я предлагаю зонтик сделать фиолетового цвета. Вот такой вот цвета. Теперь мы его отрываем. Сейчас мы будем делать с вами зонтик. Для этого нам нужна утра темно-фиолетовая бумага. У меня она двухсторонняя, как посмотрите. С этой стороны фиолетовая и с этой стороны фиолетовая. У вас односторонняя бумага. С одной стороны цветная, а с другой обычная. Поэтому цветной стороной мы переворачиваем вниз наш листок. Теперь берем тарелку. Мы экономим бумагу, поэтому тарелку нужно поставить в самый край. И заметьте, что я поставила его на ровный конечек, чтобы тут не было такого некрасивого изгиба. мы обвели тарелку. Далее мы начинаем ее вырезать. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если вы уже заметили и посмотрели на наш сунтик, то он состоит у нас из четырех частей. Для этого мы берем наш крюк и начинаем его складывать в верхний край и сгибаем к нижней. И сгибаем. Теперь пульку у нас вот так. И в верхний край опять сгибаем к нижней. И сгибаем. Если мы разложим нашу крюк, то можно посмотреть, что тут четыре части. Дальше нам нужно их вырезать. Теперь мы наш крюк разрезаем по линиям сгиба. Сначала первую сторону. И теперь наши две оставшиеся стороны мы делим надополам. Вот такие четыре части у нас с вами получились. Если посмотреть на нашу прозетку, то можно увидеть на нем орнамент. Из белого горошка. Сейчас я буду делать его. Если вы не хотите, то можете оставить зонтик без орнамента. Я взяла лист белой бумаги и отрезала полоску шириной в один сантиметр. Вот такая полоска у меня получилась. Теперь мы будем делать с вами этот горошек. Мы берем нашу полоску. И сейчас мы ее будем складывать в гармошку. Нижний край на один сантиметр. Мы сгибаем наверх и загибаем. Вот так. Далее переворачиваем. И верхний край мы сгибаем вниз. И загибаем. Опять переворачиваем нижний край наверх. Вот какая гармошка у меня получилась. Теперь мы будем рисовать трафарет. Кружочек. Берем карандаш. И начинаем рисовать круг. Я вырезала уже наши горошки. Вот такие горошки у нас с вами получились. Теперь. Откладываем. Прежде чем начать нашу работу, нужно постелить клеенку. Но у меня ее нету, поэтому я взяла обычный альбомный лист. Сейчас мы будем приклеивать наши горошки на зонтик. Для этого мы берем одну часть зонтика. И на одну часть зонтика я буду клеить два горошка. Берем клей. Два горошка. Намазываем и приклеиваем. И второй точно так же. Так же мы делаем это с остальными частями. Теперь мы будем клеить на наши конусы с вами горошек. То нужно его наклеить посередине. Чтобы когда мы сворачивали наш конус, он никуда не уехал. И горошек было видно. Поэтому мы будем клеить ближе к серединке. И последний. Затем мы будем сворачивать сами конусы. Для этого берем одну часть. Ребята, мы теперь наш конус переворачиваем, где у нас нету орнамента. У вас на этой стороне не должно быть света. Далее мы берем клей-каландаш. И начинаем на клеенке или на бумаге заклеивать одну сторону. И начинаем промазывать одну сторону. Далее мы очень аккуратно его сворачиваем. Я один уже стернула. Сейчас буду показывать еще раз. И берем, переворачиваем. И начинаем промазывать с изнаночной стороны. Промазываем одну сторону. Отдеваем на палец, чтобы было удобно. Больше, что у нас с вами не получилось. Наберем лист и наши конусы. Будем примерять, где они будут. Они у нас должны быть чуть левее центра. Ребята, сейчас мы будем приклеивать. Для этого нам нужно со стороны шива промазать клеем. Дальше мы делаем то же самое с оставшимися частями. Продолжение следует... Ребята, вот так у нас с вами получилось. Прикрусываем нафиг. И сейчас мы будем с вами делать ручку и носик нашему зонтику. Я буду делать его из коричневой цветной бумаги. Берем коричневую бумагу. И прикладываем к носику нашего зонтика, чтобы сделать носик. Примеряем. Можно понитить то, что вот тут вот у нас заканчивается наш носик. Теперь, ребята, так как ручка у нас прямая, поэтому мы берем и с нашего угла, с нашей стороны делаем ручку. То есть мы сразу закругляем ее. Вот так. И сейчас мы будем ее врезать. Еще раз говорю, что мы поворачиваем бумагу, а не ножницы. Вот такая ручка. Мои маленькие зрители. Сейчас убираем листья. Примеряем ручку с зонтиком. Вот так. И сейчас мы будем ее приклеивать. Дети, я напоминаю, что у меня бумага двухсторонняя, и вы должны будете промазать клеем с изнаночной стороны. Примеряем ручку с зонтиком. Сейчас мы будем делать листья. Я уже нарисовала трафарет, сложила листья бумаги гармошкой и нарисовала на нем листик. Сейчас мы будем все это врезать. Спасибо. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Ребята, а у нас уже остаются последние штрихи и мы заканчиваем нашу работу. Добавил DimaTorzok Друзья, осень – это пуйство красок. Посмотрите, какая красота у нас получилась. А последний листик я предлагаю приклеить прямо на зонтик. Ребята, закрываем плотно клей, чтобы он не выдохся. Убираем ножи из бумаги. И давайте хорошенько рассмотрим нашу работу. Ребята, какое настроение передают наши с вами работы? Самое солнечное, насыщенное, красочное. Сейчас так и хочется пойти в лес и насладиться этой красотой деревьев, листьев, грибов, всего на свете. А я желаю вам отличного сентября. И всем до новых встреч. Пока-пока.